МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В ходе военных действий и при проведении специальных операций нередко приходится решать особые огневые задачи. Для этого требуются и особые боевые средства. Рассказ о них в фильме «Оружие». Успех проведения тайных операций подразделениями специального назначения во многом зависит от внезапности акции и максимальной маскировки стреляющего. Использование обычного огнестрельного оружия для этих целей не всегда удобно, поскольку звук и пламя выстрела могут выдать стрелка и привести к самым негативным последствиям. Поэтому бесшумность выстрела всегда является одним из главных требований, предъявляемых к специальным образцам. Первые попытки создать бесшумное оружие предпринимались в Советском Союзе еще в 20-х годах прошлого века. Заказчиком выступал НКВД, Народный комиссариат внутренних дел. В итоге изобретатели, братья Митины, на основе идеи расширения пороховых газов разработали специальный прибор бесшумной стрельбы – бромид. Он представлял собой цилиндр, внутри разделенный на две камеры. Более поздние модели стали многокамерными. Поначалу бромид, который просто накручивался на дульную часть ствола, был предназначен для использования в комплекте с наганом. Штатный револьвер Красной Армии и войск НКВД выбрали не случайно. Из-за того, что у этого револьвера начальная скорость пули была дозвуковая, то есть невысокая, это оружие можно было использовать в качестве оружия бесшумного. На дульную часть револьвера надевался специальный прибор, который назывался бромид, который дал возможность глушить звук выстрела и сделать это оружие бесшумным. Соответственно, его можно было применять для каких-то специальных целей. Советские партизаны, армейские разведчики и диверсанты НКВД в тылу немецких войск успешно применяли снайперский вариант трехлинейной винтовки Мосина с прибором бромид. Во время Великой Отечественной ежемесячный выпуск бромидов исчислялся тысячами. Если приоритет в использовании краткоствольного бесшумного оружия можно отдать германским спецслужбам, то пальма первенства в массовом применении винтовок с глушителями принадлежит СССР. Новая волна интереса к специальному оружию пришлась на 60-е годы. Набрала обороты холодная война, которая вызвала бурное размножение всевозможных тайных служб и сил специальных операций. Участились локальные конфликты и необъявленные войны с переходом от широкомасштабных боевых действий к полупартизанским, где резко возросла роль мелких подразделений и отдельных снайперов. Все это потребовало разработки многих новых видов диверсионных вооружений. В это время конструктор Александр Неугодов по заказу Главного разведывательного управления Генерального штаба приступил к разработке специального оружия на базе автоматического пистолета Стечкина. Выбор на АПС пал не случайно. С одной стороны, Стечкин был не самым типичным для советской армии образцом стрелкового оружия. Во-вторых, этот пистолет значительно опередил свое время. Принятые на вооружение в 1972 году бесшумный автоматический пистолет АПБ имеет дульный глушитель звуковыстрела и съемный приклад. Модель сохранила все механизмы АПС, включая переводчик режимов огня и замедлитель темпа стрельбы в рукоятке. АПБ широко и с успехом применялся советскими войсками в Афганистане. Используется он и до сих пор. В отличие от других специальных пистолетов, АПБ не является полностью бесшумным. Звук его выстрела, хотя и значительно тише, чем звук выстрела обычного пистолета калибра 9 мм, тем не менее, по громкости сравним со звуком выстрела малокалиберного пистолета, хотя и несколько отличается от него по тону. Использование глушителя в данном случае позволяет лишь затруднить обнаружение стрелявшего, но не скрыть полностью факт выстрела, по крайней мере, на небольших расстояниях. Достоинство АПБ – удобство в производстве и эксплуатации. Недостаток – его эффективность значительно ниже, чем у специально разработанных образцов бесшумного оружия. Не остался без внимания и штатный армейский ПМ – пистолет Макарова. На его базе в 1967 году была разработана модель ПБ. Она была принята на вооружение спецподразделений органов внутренних дел и частей внутренних войск МВД. Изменения затронули только ствол и кожух затвора стандартного ПМ. Кожух соединяется с глушителем резьбой. Пистолет бесшумный ПБ. Калибр 9 мм. Масса с насадкой и магазином без патронов 0,95 кг. Длина с насадкой 31 см. Емкость магазина 8 патронов. Боевая скорострельность 30 выстрелов в минуту. Эффект глушения достаточно заметен. При выстреле слышен только металлический лязг. Однако на открытой местности этот звук хорошо слышен на расстоянии до 50 метров. То есть на расстоянии дальности эффективной стрельбы. Поэтому пистолет ПБ не пользовался популярностью в разведывательных и специальных подразделениях. И постепенно был заменен. СВД, снайперская винтовка Драгунова, и по сей день является штатным армейским оружием. Однако в современных условиях приходится решать некоторые специфические задачи, для которых Драгунка не подходит. В первую очередь это касается бойцов спецназа. Для удачных действий им требуется другое оружие. Компактное, а главное бесшумное. Именно такая модель была создана в конце 80-х годов группой конструкторов под руководством Петра Сердюкова. Винтовка снайперская специальная ВСС «Винторез». Калибр 9 миллиметров. Длина 89 сантиметров. Масса с оптическим прицелом и патронами 3,4 килограмма. Магазин коробчатый на 10,20 патронов. Прицельная дальность стрельбы 400 метров. Скорострельность от 40 до 100 выстрелов в минуту. Винторез – оружие ближнего боя, выстрела из которого практически не видно и не слышно. Основной режим стрельбы – одиночный огонь, но предусмотрена возможность ведения автоматического огня. Магазины выполнены из пластмассы. Интегрированный глушитель винтореза составляет единый узел со стволом. Он имеет достаточно сложную конструкцию. Сначала пороховые газы попадают в особое веерообразное отверстие и теряют там часть своей силы. Затем они оказываются еще в одной камере – расширительной. Оттуда попадают в своеобразный сепаратор, который окончательно гасит их мощь и температуру. То есть грохот и пламя. Бесшумность выстрела зависит не только от самой насадки на ствол, но и от патрона. Вместе с винторезом разрабатывались специальные боеприпасы – СП-5 и СП-6 с дозвуковой скоростью пули. Они способны надежно поражать цели на дальностях до 400 метров. Сделать бесшумное оружие с патроном, который имеет сверхзвуковую скорость полета пули, не удастся. Звук будет все равно сводшим. Поэтому был разработан специальный боеприпас, и под него была создана вот эта винтовка. Ну, в основу конструкции, конечно, легли элементы автомата Кавашникова. Вот. Но принцип действия здесь тоже – отвод пороховых газов. Это один из самых распространенных принципов. Конструкторы называют винторез не просто винтовкой, а снайперским комплексом. Введение точного и бесшумного огня зависит от многих составляющих – самого ствола, глушителя, системы подачи патрона в коробку заряжания, устройства патрона и других частей оружия. Потому и создателей у винтореза несколько. За разработку бесшумной снайперской винтовки все они были удостоены государственной премии. ВСС легко разбирается на три основных узла. Ствол. Со ствольной коробкой, деталями автоматики, ударно-спусковым механизмом и цевьем. Глушитель. С прицельными приспособлениями. И приклад. Сборка занимает 30-60 секунд. На винтовку крепится штатный оптический прицел типа ПСО-1, а также любой штатный ночной прицел. В 1987 году винторез был принят на вооружение Советской Армии. Определенное время это оружие было секретным, так как создавалось для спецподразделений Комитета государственной безопасности, Главного разведывательного управления и воздушно-десантных войск. Бесшумная снайперская винтовка отлично зарекомендовала себя в ходе боевых действий на Северном Кавказе. Конструкция винтовки была признана настолько удачной, что на ее основе создали автомат-специальный вал и малогабаритный автомат-вихрь. Проблема выживаемости оборонки в условиях рыночной экономики открыла оружейные склады для продажи этого еще недавно секретного оружия за рубеж. Крупная партия винторезов были поставлены в Бразилию, Чили, страны Ближнего и Среднего Востока. Из-за малого веса и габаритных размеров в армии винторез сразу же прозвали игрушкой. Эта игрушка на расстоянии 100 метров пробивает стальную пластину толщиной 8 миллиметров, а с 400 метров армейскую каску и стандартный армейский бронежилет. Продолжение следует...